ФОРМ-2 Сегодня мы поговорим про ФОРМ-2. Это принтер, который производит образцы по SLA-технологии. Одна из популярнейших во всем мире технологий аддитивного производства, выращивания, из полимерной смолы. Находится фотополимер в картриджах, картриджи по одному литру. Ванна также является расходным материалом. Ванночка состоит из акрила, оргстекла. На дне ванны у нас располагается силиконовая прослойка. Именно эта силиконовая прослойка контактирует с моделью. Так же, как и в любом аддитивном производстве, нам необходима 3D-модель. Мы подбираем настройки, задаем под ту смолу, которая у нас находится в принтере в данный момент, загружаем модель, задаем настройки поддержек. Это самая важная часть. Это те структуры, которые не дают модели провалиться. Модель должна печататься на чем-то. Материал поддержки такой же, как и сама модель. А это значит, что поддержку в итоге вы удаляете механически. Все следы в виде пупырышек небольших вы удаляете надфилем, шкуркой или чем-то в этом роде. Печатается изделие кверх ногами. Платформа находится сверху. Выращивается изделие от первого слоя до последнего. Слоев может быть и 9000. Печать очень долгая, но очень детализированная. Дальше вымачивается в изопропиловом спирте и засвечивается под ультрафиолетовой лампой. Необходимо это для того, чтобы закрепить и уплотнить структуру фотополимера. Происходит печать благодаря лазеру. Пучок света отражается от системы зеркал. В итоге быстрым движением зеркал мы задаем точку координат на плоскости, которая у вас является слоем. То есть точка бегает по всей площади, засвечивая те промежутки, которые необходимы. И так от слоя к слою. Технология дороже, чем какие-либо другие. Связано это с тем, что полимер довольно дорогой, а качество модели наивысшее. Максимально приближенно к отлитому в пресс-форме изделию. Его используют очень широко стоматологи-ювелиры. Это два основных направления, не считая инженерного.